На Мольберте жизни красками небес напишу. Мы рады снова приветствовать каждого зрителя. И с вами снова я, Валерия Горошко, ведущая передачи на Мольберте. Сегодня у нас в гостях Константин Мисюковец. Это пастор из церкви Скиния, правильно? В Сент-Цинате, Охайо, мы рады сегодня быть с вами. И ваша история, она просто впечатляет, по крайней мере, меня задела и впечатлила. Потому что у вас было очень много противоречивых таких моментов в жизни. Вы были с Богом, потом вы оставили Бога. У вас было всё, была какая-то власть, авторитет, деньги, потом это всё ушло. Потому что дьявол обманщик, правда? Могли бы вы, может быть, начать вообще, откуда вы родом? И как так вышло, что в довольно молодом возрасте вы занимали высокие позиции в обществе? Я родом из Белоруссии. Есть такой город Пинск, из-под Пинска. Родился в верующей семье. Мой папа был пастором церкви. Рос в семье верующих. И посещал церковь. Церковь была небольшой, молодых у людей было немного. И мне как-то большее общение было с неверующими ребятами. Но жизнь продолжалась. Я посещал церковь. Но наряду с тем, конечно же, ходил в школу. И мы общались на улице, дружили. Всякое такое было. И вот в то время, когда я рос, это много лет тому назад, когда еще другая система была. Советский Союз. Советский Союз. Вот. И много давления было на молодых. Вот таких, как я, особенно. Начиная со школы. Ну, вы знаете, помните, пионеры. Должны были в пионеры. Родители не соглашались с этим, потому что так верили. Без комсомола нет образования. Без комсомола нет образования. Никуда не пойдешь. Ну, мало того, мы как-то вот там где-то шалили где-то вот с ребятами. Помню, Новый год. Мы как-то взяли там где-то, купили какую-то бутылку вина. И вот решили так по чуть-чуть, чтобы веселее было. Ну, нас поймали. Это было в школе. На новогодней елке. Всех родителей пригласили к директору школы, чтобы их отчитать. Вот, да. А мои родители даже не знали об этом. Ну, в общем, уже дьявол как-то вот так вот все устраивал, как-то вот направлял, чтобы как можно подальше от Бога. Чтобы вот, ну, пускай делает, пускай даже вот, и даже если не хорошие вещи, ну, пускай делает. Все понимали. Давал зеленый свет. Все работали на то, чтобы только подальше от Бога. Ну, так вот жизнь шла. Потом, когда я закончил 8 классов, мне хотелось, ну, как-то дальше учиться. Где-то, ну, получить образование и все. И я понимал, что нужно, ну, быть в комсомоле. Вот это все. Пошел в учебу. Пошел там, где больше платят. Пошел в училище. Ну, на то время мне казалось, что, ну, мне невозможно учиться. Никакого будущего. Поэтому я перестал в школе учиться. До 5-6 класса я отлично учился на отлично. Затем я скатился там 3-4, ну, по физкультуре 5 было всегда. Вот. Ну, вот так. Но когда вот попал в училище, хочу просто один момент рассказать, как важно правильные люди в твоей жизни. Вот. Когда я был в училище, у меня был хороший мастер производственного обучения. Ну, как классный руководитель. Вот. И он, помню, мне стал разговаривать со мной о жизни. И говорит, ну, вот как ты вот думаешь, вот так оно и будет у тебя, вот как есть. Вот. Вот так ты идешь и все. Я говорю, я хотел бы образование, хотел бы как-то лучшее все. Он говорит, ну, надо учиться. Вдохновил меня. Ну, вот настолько вдохновил, что я просто ухватился. Уже 10 классов я закончил, вернее, 11 на то время с отличием. Поступил я в техникум. Все было успешно. Просто получалось у меня. Потом поступил в институт. Мне предложили работу в одном месте, в другом. Затем предложили работу замдиректора школы. Ну, это просто было... Сколько лет вам было тогда? Это мне было где-то 24 года, 25 лет. То есть я еще был молодым человеком, но меня везде замечали. Мне казалось, ну, как бы я уже такой, ну, как успешный. Я могу много. Я вроде как бы что-то стою. Я чего-то там могу сам по себе. Но я не понимал, откуда это все приходит, этот успех. На то время не понимал. Вот. И потом встретил девушку. Девушка была из богатого рода. Там папа, он был директором автокомбината, который обеспечивал мясокомбинат. Было все. Ну, просто деньги, квартира, позиция. Я не знаю, в то время зарплата, которую просто, ну, как бы мне давали, как бы, чтобы побольше уроков, чтобы только больше заработал. Я зарабатывал 280 рублей на то время, это большие деньги и так далее. Ну, в общем, все. И вот однажды, вот наряду с этим вот головокружительным успехом, вдруг стали происходить такие вещи. Дьявол начал насмехаться надо мной. Понимаете, у дьявола есть возможность. Многие люди сегодня думают, что если они успешны, если без бога они не знают бога, и успешны, и даже так говорят сегодня многие из мира, они говорят, вот, благословение, а бог дает. Вот, я хочу сказать, что не все всегда дает бог, успех дает, и дьявол тоже. У него есть такая возможность, он Иисусу предлагал. А потом его задача была меня, как Писание говорит, убить, да, то есть погубить окончательно. И так со мной случилось, вот, оно стало все рушиться на почве, этого на работе заметили, что со мной что-то не так, я плохо себя стал вести и так далее. Ну, в общем, в конечном результате я теряю работу, я теряю семью, вот, я остаюсь без ничего. И, конечно же, огромнейший стресс от этого всего. И, в конце концов, я оказался в такой ситуации, где у меня прихватило сердце, отняло у меня одну сторону, я не мог идти, я не мог ползти, я это пробовал. И вот тут, вот в этот момент, я вспомнил, что я родился в верующей семье, что есть Бог, что мне о нем рассказывали, о Иисусе, о Спасителе, что Он единственный может мне помочь. Я не хотел никому обращаться, не хотел стучать в стенку, чтобы пришли. Я обратился ко Христу, я не скажу, что я уже там взмолился или как, но я обратился ко Христу, это был переломный момент. И я уснул, утром я проснулся, пытаюсь пошевелиться, боюсь, но пошевел рукой, все нормально, нога, все, я вскочил, я понял, меня исцелил Господь. Вот это был переломный момент моей жизни. На мольберте жизни красками небес напишу. Вы знаете, Бог настолько любящий, что вот как блудного сына воспринимал, принял и все снова начал возвращать. Интересный вопрос, каким образом, я знаю, что вы переехали в Соединенные Штаты Америки жить на какое-то время, потом возвращались, но это было связано с вашей жизнью. Ютиканская церковь, город Ютика, Славянская аппетитическая церковь, какую роль сыграла вот именно эта организация церковная, духовная в вашей жизни? Люди, пастыря, служителя, что они внесли? Это особенная история, конечно же. А когда я остался один, вот так вот, и без ничего, я не знал, что мне делать. И вот тогда была эмиграция. Мой брат уже переехал в Америку, и это была Ютика, Нью-Йорк. Я, насколько помню, и года они не прожили, но так как вот, что со мной произошло, куда мне было идти, с кем разговаривать? И они как-то мне говорят, давай в Америку, давай приезжай, посмотришь. Вот, и я решил поехать в Америку, и вот, чтобы здесь как-то вот, ну, как бы, чтобы что-то поменялось. У Бога есть вообще для каждого из нас предназначение, вот, ну, у Него есть план. Он хочет, чтобы мы исполнили Его волю на этой земле. И вот, вы знаете, если она вот определена, она все равно исполнится. Вот в моей судьбе, в моей жизни что произошло? Вот, хотя я отошел, вроде как первый шаг к Богу. Но когда вот это стало происходить в эти дни расстройства, вот, стресса, этого давления, все мне говорили, иди в церковь, все знали, что я из верующих. Мне говорили, иди в церковь, иди, иди, там тебе помогут, там Господь, там то, все. И я на них смотрел, слушал, кивал головой и говорил, да, вроде как правильно, все нормально. Но я был гордым человеком. Дьявол, ну, как бы, вы знаете, вот он работает и с сердцем человека тоже. Он меня вот, ну, как бы, вот таким вот, вот повел в таком состоянии гордости из-за того, что все у меня было. Вот, и я людям говорил, как я пойду в церковь, кто там, кого я буду слушать. На то время пастора были старшие люди, образование получить не могли, потому что они могли, вот как я, не мог пойти куда-то учиться, они не могли учиться. И я говорил, если бы мне пастор какой-нибудь вот из образований, чтобы у него было образование светское и духовное, вот его бы я слушал. Ну, и вот приезжаю в Америку. Я приехал сюда в Ютику вначале, но у меня были двоюродные братья, они и есть, и сейчас Балтимор, вот, возле Вашингтона. Они приглашают меня к себе, это старые мигранты еще с омбрион войны. И они берут меня в церковь, ведут меня в церковь, и тут выходит их пастор, они говорят, наш пастор, он имеет светское образование, он адвокат, работает адвокатом и работает у нас в церкви пастором. И вот этот человек я просто вот открыл, я стал его слушать, и я сегодня понимаю, Господь даже не погнушался той моей гордостью, но Он начал направлять мои пути, чтобы работать с моим сердцем. Оттуда началась история познания Бога. Затем я вернулся в Ютику, вот как вы спросили, я вернулся в Ютику. Конечно, вот в Ютике, та атмосфера, те люди, когда, вот это, как оно все было тогда. Я не могу даже передать, это было столько любви, это было столько восприятия тебя. Я помню пастора. Вот, он много не говорил, но его глаза говорили обо всем, его расположение к тебе говорило обо всем. Я был принят как сын, вот понимаете, вот насколько в этой жизни вот столько меня потрепало, вот когда вот, когда это все стало рушиться. И тут я вдруг почувствовал себя принятым. Я увидел в этих людях Иисуса. Я стал стремиться познавать Бога, я стал читать Писание. И однажды на одном из служений приехали давыдюки, как сейчас помню, они проводили служение, концерт там, ну, как бы пели. Вот, снизу такое служение, и был призыв. Я помню, когда Дух Святой меня влек, и кто-то держал меня за плечи. Я понимаю, теперь, что этот враг еще держал меня, реально, прямо за плечи я не мог оторваться от своей скамейки, своего места. Я пытался подняться, я не слабый человек, но это было просто, как будто невозможно. Я приложил усилия для того, чтобы оторваться и пойти. Я вышел на покаяние, и просто Господь пришел, настолько меня коснулся, я сокрушился. И я принял Христа. Я принял Христа люди, которые, молодые люди, в то время, когда здесь вот находились. Мы такое хорошее общение имели. Мы каждый вечер встречались, мы говорили о Боге, мы и пели. Мы просто имели такое приятное общение. Для меня это, я видел большую разницу, когда я был в миру, и когда я уже общался с людьми верующими. Поэтому Господь работал со мной. Я хочу несколько моментов подчеркнуть. Вот, наряду с тем, это вот 30 лет, может быть, немножко меньше в моей жизни. И тогда мне нужно было возвращаться обратно в Белоруссию. Я пришел к пастору уже, мне нужно было уезжать, неделя где-то оставалась. И я говорю, я не поеду обратно, если я не получу водное крещение, если я не заключу завет с Богом. Я понимал, что мне нужна печать, мне нужно закрепить мою веру. Мне нужно закрепить заветом с Богом, потому что я понимал, куда я возвращаюсь. Это могло меня снова увлечь, снова захватить, я мог снова отойти от Господа. Мне нужна была сила, мне нужен был Дух Святой. Я не мог тогда это все объяснить, но я чувствовал, что это надо. И я сегодня знаю, многие молодые люди хотят вначале поменять жизнь, а потом, чтобы принять Иисуса, так не работает. Вначале нужен Иисус, потому что только Он может дать силу и благодать для того, чтобы вырваться порой из тех оков, в которых молодые люди находятся, даже в которых я был. И понимаете, когда я принял Иисуса, когда я заключил завет с Богом, вот все, что у меня были, дурные всякие привычки, все, что как бы прилепилось ко мне, оно просто оставило меня, я даже как-то испугался. В один момент. В один момент. Я хочу сказать, что в один момент. В этой любви, в этом больше, меня не влекло больше никуда, ни в какие клубы, ни к каким дурным привычкам, вообще ничего. Я даже думал, что может что-то с моим здоровьем не так. Ну, правда. Вот. Ах, меня никуда никому не влекло. Я как-то и на девушек стал смотреть. Ну, по-другому, я так думаю, слушай, ну так, может, и не совсем хорошо. Но факт. Я не мог смотреть на девушек больше, как меня не влекло. Меня просто вот настолько. Меня захватил Господь, и вот эта любовь, вот, и обновила меня. Но самое важное в этом всем в том, что Господь наполнил меня авторитетами силой. Когда я вернулся обратно туда, к себе на родину, вот тот авторитет, который сопровождал меня, когда та вот сила Божья, которая сопровождала меня, мне просто это очень сильно помогало в разных ситуациях. Одна из ситуаций просто не могу не рассказать. Меня знали в городе. Я занимался спортом, и я вот был в таких кругах высших, и меня все знали. Меня знали и одни, и другие, и мне всегда смеялись. Ты до обеда в галстуке, а после обеда в спортивном костюме, да. То есть все меня знали. И те парни, которые были моими спортсменами, которые со мной, вот, они стали в то время 90-е годы. Это бандиты стали практически их. И однажды я выхожу, мы кушали в ресторане, и меня ждут, я смотрю, человек 80 таких вот, которые меня знали. И вот они же все считают, что в Америке доллары на деревьях растут, и ты приезжаешь с мешком денег. И они прямо мне говорили, ну, давай поделись. Мы тут тебе странствуем, а ты вот приехал. Ну, поделись. И один из них говорит, ну, вот, я теперь качаюсь, я там уже в кикбоксинге, а ты там чего там в Америке. И вдруг я ему говорю, знаешь, может быть, ты сильнее стал, чем я. Хотя, ну, как бы, не знаю. Но я говорил о его физической силе. Но я ему прямо стал говорить об Иисусе, и тот, кто во мне, и какая сила теперь во мне. И вы знаете, что стало происходить. Вот эти семь-восемь человек, действительно, которые могли меня там просто размазать. Это все. А они просто стали отступать. Так пришел, в такой силе пришел Господь. Я сегодня говорю о авторитете Божьем. Я знаю, когда Господь приходит, люди просто стоять не могут от присутствия Божьего. Они просто уходили, просто один так, отходил, отходил, просто к стеклу. Такой, да ладно, все нормально, типа, проходи, все нормально. Вот это Господь. И поэтому я знал, что это мне нужно. И без этого, хотя, вернее, я не знал. Я до конца не понимал. Просто было желание и чувство. Внутри было желание, было чувство. Это мне надо. И это был правильный выбор. Это было правильное решение. И действительно, Господь Дух Святой пребывал со мной. Я проповедовал, я ходил. Это было просто что-то. Чудеса и знамения сопровождали на то время. Особенно это не передать. Это первое покаяние. Это не передать. Моя женитьба, нас не хотели венчать. Многие знают, что те, которые уже были женаты, их, а потом как-то в некоторых церквях воздерживаются, чтобы венчать обратно. Хотя я был неверующим. То есть, как бы, то, что было у меня, это было в прошлом. Но просто короткая история. Но я настолько доверял Богу в то время. Я назначил свадьбу, я пригласил людей, я заказал ресторан, а меня никто не венчает. Все церкви в городе отказываются. Вот я пришел в одну, другую, хотя там много родственников, которые меня знали. Они были очень рады за меня, но все разводили руками, ничего не можем поделать. Потому что нет. И уже последняя неделя. Последняя неделя. И во понедельник я прихожу к моей невесте, теперешней жене. Я говорю, слушай, я вот был в Америке, вот как-то вот Господь по особенному там работал со мной. Я вот верю, если бы оттуда приехал какой-то пастор, он бы в них, в нашу ситуацию, и он бы помог бы нам. И что вы думаете? А в субботу еще уже должна свадьба. Понедельник вопрос не решается. Я прихожу на молитву, это была среда. А мне говорят, из Америки приезжает пастор. Представляете, он приехал, мы с ним познакомились. Я ему рассказал свою историю, он собрал пасторов, разложил все это, как он видит. Они говорят, хорошо. Он сказал, я буду венчать. Он нас отвенчал, пришел, один час где-то был у нас на свадьбу, уехал с переводчиком. Я даже не знаю, кто он такой. Я говорю так, Господь ангела послал. Вау. Это было чудо. Как мозаику Бог все складывает. Вау, слава Господу. Это наш Господь. Как изменилась ваша жизнь после покаяния? Радикально. Полностью изменилась. Я сейчас, когда я услышал от вас, кстати, что 30 лет, я даже не задумался, что уже 30 лет, я в Боге. И что у меня эти 30 лет, это абсолютно другая жизнь. Я разделяю мою жизнь на одна без Бога до моих 30 лет или до 26 тогда, и теперь уже 30 лет с Богом. Это просто другая жизнь. Просто другая жизнь. Если вы знаете, вот мое состояние, семейные отношения, я могу сравнивать семью. Я знаю, что было, как оно было, когда я без Бога строил семью. Без Бога, без благословения семью построить практически невозможно. Невозможно. Потому что благодать Господня, присутствие Божье, а Слово Божье – это то, что помогает строить отношения в семье. И мы, когда стали строить семью, я просто благословен. Я всем говорю, у нас никогда не было сложности с моей супругой. Не было между нами. У нас не было по жизни. У нас всякое было в плане лучше, хуже. Но в отношениях это просто была благодать Господня. Я просто благодарен Богу за все, что Господь делал все эти годы в моей жизни, в семье моей. Вот. Это здорово. Вы являетесь пастором сейчас, правильно? Да. Несете служение в церкви. Вы постоянно вот на виду, Бог много работает с вами. Но вот смотря на всю свою прошлую жизнь, если бы у вас была возможность вернуть время назад, что бы вы изменили? Когда я был здесь в Ютике, вот все эти годы Господь взращивал меня. Я очень много получил здесь, в церкви, от людей. Но пришло время, когда я решил, что я перееду в другой штат, в другой город. Это был штат Вашингтон, и мы решили переехать. И на пути туда мы остановились в штате Огайо, просто в My Sister in Love, чтобы передохнуть. Но мой тест сказал, что дальше никуда не хочет ехать. И там снег выпал, и он говорит, все, останавливаемся. Я говорю, хорошо, мы перезимуем, поедем потом дальше. Интересная история, интереснейшая. Просто на машинах, на которых я бы сейчас не поехал сто миль от Ютики, я просто пересекал Америку с прицепами какими-то там. Ну ладно, Господь останавливает нас там. Потом я говорю, хорошо, мы перезимуем, я найду работу, а там дальше. Мы стали работать, заниматься бизнесом, и все было хорошо. Но я очень сильно любил Бога. Я всегда любил Господа. Как только познал его, я не отпускал его никогда. Я очень леновал на крещении Духом Святым. Я не был крещен Духом Святым семь лет. Видимо, из-за того, что все-таки мой бэкграунд из баптистов я, и у меня в разуме, и в прошлое, ну и как бы вот так. И это никак не происходило. Но Господь, Он видел меня в служении Ему, и по милости Его, и благодать. Это только так. Я ничего не могу сказать другого. И вот я очень леновал Господь. Крестил меня Духом Святым через семь лет у себя дома. Стал работать очень сильно со мной. Я не мог, когда пришел Господь, когда наполнил меня Духом своим. У меня такие серьезные переживания. У меня были Господа, вот такого посещения Бога. Когда я уже стал проповедовать, мы там посещали одну небольшую церковь в нашем городе. И я стал проповедовать, и не мог. Я пел с моим голосом и без музыкального образования. Я пел везде. Я пел, останавливался проповедовать. Я просто прославлял Бога. Я настолько влюбился в Господа. Господь начал работать с моим сердцем. И вот однажды Господь говорит, а вам нужно начинать служить людям, которые не знают меня. Это в том городе, где мы были. Русскоязычных было очень немного. Из них были только евреи. И Господь говорит, будешь им служить, будешь евреям служить. Я говорю, Господь, я же даже этот народ не знаю. Я не соприкасался с ними. Может быть, и соприкасался тогда еще не понимал, кто это такие. Евреи, не евреи в Беларуси. Я не видел разницы. В Америке теперь уже вижу. Тогда я не видел разницы. Но Господь говорит, ты будешь им служить. Я говорю, Господь, у меня даже расположения к ним нет. А вот Бог говорит, я дам все тебе необходимое. И вы знаете, вот наш Господь, он когда говорит, он делает. И это просто сверхъестественно. И некоторые вещи приходят сверхъестественно. Как вот мир от Бога сверхъестественно превыше нашего ума. Как есть дар любви, то, что не от нас. Дар веры. Мы иногда хвастаемся, но что у нас как-то оно приходит от того, что мы прилагаем какие-то усилия. Но Господь дает по благодати своей. И вот Он дал нам вот такую любовь к этому народу. Мы стали служить этим людям. Люди стали спасаться. Господь давал слово. Мы очень были молодыми верующими. Я, хотя уже в Боге какие-то годы был, но все равно это было мало. Господь нас вел. Он просто направлял, давал, сопровождал наше служение великими чудесами знамения. Люди исцелялись очень много. Люди получали освобождение. Это история за историей. У нас был русский магазин, он есть. И там работал один мужчина, он тоже был еврей. И он заболел, у него спина. Я к нему прихожу, он не может работать, ходит такой согнутый. Я говорю, слушай, ты хочешь, что я за тебя помолюсь? Он говорит, такой, ну, еврей. А он говорит, такой, слушай, хочу, но не хочу, чтобы они видели. Ну, магазин же там, это публичное место. А я говорю, ну, окей. Он говорит, давай за угол. Я говорю, ну, давай. Мы пошли за угол, я за него помолился. На следующий день прихожу, он бегает, работает. Я говорю, как? Он говорит, классно, ничего не болит. Он просто стал нашим агентом. Он начал направлять к нам людей. Он однажды звонит мне и говорит, слушай, ты, говорит, умер человек, надо его похоронить. Я говорю, и? Ну, отпеть надо. Я говорю, как отпеть? Я сам никогда не хоронил людей. И такой оборот речи у православных, отпеть. Я говорю, как отпеть? Он говорит, если бы я знал, как отпеть, я бы сам отпел. Ну, это все. Вот. Потом Господь, он говорит, слушай, у меня проблема. Не могу, купил апартмент, билдинг, не могу его заселить. Брат продал, у нас уже проблемы. Моей женой, мы ссоримся, что делать? Ты можешь помочь? И я говорю, Господь, что мне делать? Господь говорит, ну, иди, молись, служи. Он говорит, ты там освяти наше это здание. Я говорю, Господь, как это освяти здание? Что такое? Для меня все это было новое. Ну, что, взять веник, покрапить, как православие? Я не понимаю, Господь говорит, иди, для славы моей, просто молись. Я правда зашел в то помещение, помещение очень старое, уже древнее и все такое. Я почувствовал такую атмосферу бесовского присутствия. Я стал молиться, я не могу молиться умом, я исполняюсь духом. Я начинаю молиться на языках. Он когда увидел меня на языках, молящимся, он говорит, я тебя подожду на улице. Он перебежал улицу, сел на тротуар и сидит. Не то, что на улице, прямо на другую сторону. Я молился, вышел, он говорит, ну, как? Я говорю, все нормально. Он такой, через неделю мне звонит и говорит, слушай, клиенты нашлись, я продаю это здание. Вот Господь нас начал сопровождать такими чудесами, знамениями. Люди стали каяться, молодые люди, стали приезжать студенты. Это было время, когда много студентов приезжало в наш город. Они по туристическим визам приезжали, принимали Иисуса, создавали семьи. Очень много людей уехало обратно, кого-то депортировали. Сегодня по всей стране, в Эстонии даже есть у нас, в других странах есть люди, которые у нас покаялись, и теперь уже они верующие, и через них уже покаялись, и их родители. Я всегда говорю, это миссионеры. Мы миссионерская церковь, мы как бы не поселаем, но они сами тут. Они сами уезжают, да? И Господь просто отправляет. И что вы задали вопрос? Что бы вы хотели изменить? Что бы я хотел изменить? Единственное то, что мало потрудился для Бога, мало спасенных душ. Сейчас мое сердце настолько об этом плачет, и я настолько ревную, чтобы делать как можно больше для Господа, для людей, чтобы хотя бы еще одну душу спасти, хотя бы одного человека. Понимаете, Бог мне открыл одну истину. Как ценна душа человека, один человек. Понимаете, я сейчас очень много видений, откровений Господь дал, что делать и на этот год, и все такое. И это очень много всего такого. И все говорят, как ты можешь? Я говорю, ну вот именно что, когда я не могу, там приходит Господь. Когда что-то мы думаем, мы можем, там спланируем, и все, тогда это от нас. Но когда уже мы не можем, туда приходит Господь. И эти планы, они говорят, ну зачем столько много, зачем? Зачем открывать церкви в других городах? Зачем открывать миссии? Зачем открывать служение? У нас есть такое, помоги нуждающимся теперь, мы делаем. И так далее. Зачем это все? И я говорю, если хоть одну душу еще спасем. Те годы, которые я без Христа, они просто-напрасно прожитые годы. И мой отчет моей жизни, по сути дела, это с того времени, когда я познал Иисуса. Когда вы покаялись, когда вы признали Господа как своим спасителем. Спасибо вам за вашу честность и искренность. То, что вы открыли свою душу, открыли свое сердце и поделились своей историей. Это важно и ценно для нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!